Всем низкий поклон, бояре! С вами Мародёр 120 Гигабайт, и уже через несколько дней состоится релиз умопомрачительного блокбастера от наших игроделов Сайберия Нова. Многими ожидаемой игры смута. И если вы думаете, что я её совсем не жду, вы очень ошибаетесь. Я, как один из главных ждунов, не смог пройти мимо демоверсии, которую разработчики обещали выпустить перед релизом и, собственно, сдержали обещание. Сильно гуму можете не раскатывать, бояре, потому что полноценной демоверсией, где вы можете там поиграть какое-то ограниченное время или один эпизод из полноценной игры, это назвать никак нельзя. Это просто экскурсия по одной из локаций игры с историческими комментариями. Однако, поверьте мне, кое-какие выводы можно сделать даже на основе вот этой вот недодомоверсии. Я их, естественно, сделаю, и вот сейчас с радостью поделюсь ими с вами, пока мы все ждём полноценный релиз. И я обещаю, что снова постараюсь быть максимально объективным. Кстати, обзор релизной смуты обязательно будет у нас на канале, поэтому подписывайтесь и не забывайте про лайки и комменты, а то алгоритмы YouTube в последнее время меня что-то как не взлюбили. Поэтому очень сильно буду благодарен каждому за помощь и актив. Также не забываем, что у меня есть твич-канал, где я обязательно буду проходить смуту, ребята, так вы подписывайтесь. И телега, где я почту такие новости, анонсы и так далее. Самых активных я жду, как всегда, там. Если вы пассивные, то мы не осуждаем и тоже, в общем-то, приглашаем. А сейчас мы, наконец, начинаем. Погнали. И давайте начнём с проблем, с которыми я столкнулся ещё до того, как смог запустить игру. Как вы знаете, я один из главных неофициальных и самоназначных амбассадоров игры смута. Уже несколько видео сделал по этой прекрасной игре. Обязательно гляньте, если не видели. И вот в этих видео я говорил, что игра будет доступна только в ВК-плей. Соответственно, домоверсия тоже доступна только в ВК-плей. Пришлось скачать этот православный лаунчер. Слышь, сина. И скажу я вам, я остался от него не в восторге. Для начала он не спросил меня, куда устанавливать игру, сам определив в качестве нужного жёсткого диска моё USB-шное хранилище на 5 терабайт. Возможно, его привлекает большое количество места, а не скорость читывания и записи. Впрочем, и это тоже странно, учитывая, что демка весит всего 11,5 гигабайт. В итоге, запустив игру, я столкнулся с дикими лагами загрузки. Мне пришлось закрывать игру с помощью ART4, но это не помогло. Скорее, наоборот, помешало. И несмотря на то, что игра все-таки закрылась, комп продолжал лагать. Я убил процесс игры через диспетчер задач, и это тоже особо не помогло. Попытка выключить сам лаунчер тоже ни к чему не привела. Он говорил, что игра всё ещё запущена, и отказывался вырубаться. А диспетчер задач тем временем привёз кучу каких-то сомнительных процессов. Помог только хард-ребут и переустановка игры на SSD. Зачем я всё это рассказываю? Чтобы вас предупредить. У нас тут есть как бы два вывода. Первый, это то, что WK-play редкостный, плохо работающий кал. Это что-то на уровне старых лаунчеров от Electronic Arts и Ubisoft. И второй вывод, не вздумайте ставить эту игру на обычный HDD. Моё хранилище хоть и USB-шное, но подключено через USB 3.0. И очень быстро работает, я иногда даже на него игры какие-то ставлю и спокойно играю. Да, сама загрузка может быть будет подольше, но игры-то работают. И похвалить WK-play могу только за вполне приличную скорость скачивания, благодаря которой очень быстро получилось переустановить игру. И давайте наконец перейдём к ней. Ещё раз напомню, что это не полноценная домоверсия, а просто интерактивная экскурсия. Тут нельзя драться, и в целом возможностей маловато. Зато можно послушать исторические справки от Клима Жукова, он же Клим Саныч. И в конце, внимание, сдать экзамен. Сразу видно, что игра спонсирована институтом развития интернета. Свои ебучие экзамены они и в игру запихнут за наши с вами деньги. В общем, я прослушал все справки и сдал экзамен, между прочим. Оценку скажу вам попозже. Но никакого другого контента в игре особо-то и нет. Если честно, я не очень понимаю, почему разработчики решили не выпускать хотя бы какой-нибудь пролог для ознакомления, учитывая, что игра выходит уже через несколько дней. Как вы думаете, что же заставило их принять такое решение? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Однако, как я уже говорил, несмотря на то, что контента в так называемом демо почти нет, нам всё же есть, что обсудить и оценить. Смотрите, я уже ранее говорил, что все материалы, которые разработчики сами предоставляют нам, являются рекламными. Все ролики, которые они выкладывают в ВК, это реклама. Трейлеры, понятное дело, тоже реклама. Час геймплея от Алины Рин, тоже, если что, реклама. И вот эта демо, естественно, тоже была создана в рекламных целях. Показать нам, почему же нам стоит покупать эту игру. Что она нам может показать, в какую атмосферу погрузить и как примерно будет всё это выглядеть и звучать. Давайте начнём с технической части, а именно оптимизации. Если на самом деле всё не так прям плохо. Напоминаю, что у меня 4080 и 14700КF с 32 гигабайтами оперативной памяти. И перед тем, как ты скажешь, что у тебя монстр комп, конечно, у тебя там ничего не лагает, я тебе напомню. Я играю во все игры в 4К разрешение и стараюсь выкручивать все настройки на максимум. Ну, как бы, видях позволяет. Так что, если у тебя какая-нибудь 3070, и ты играешь в 2К, или 2070, ты играешь на 1080p, то производительность у нас будет примерно одинаковая. И тут со смутой всё примерно так, как у многих игровых релизов в последнее время. То есть без DLSS она, конечно, 60 кадров в 4К не выдаёт вообще. Держится где-то в районе 40-50. Однако, если включить DLSS, то кадров становится 60. Стоит заметить, что DLSS так-то очень сильно мылит картинку, даже на ультракачестве, но при этом выглядит всё более-менее терпимо. И вот с DLSS в каких-то особых лагах замечено не было, разве что небольшие статоры были при загрузках местных катсцен. Однако, не стоит забывать, что это не основная игра, и на полностью местной локации, скажем так, ну не самая большая. Об этом мы позже поговорим ещё. Ну, я, если честно, был уверен, что будет хуже. И, может быть, на релизе реально будет хуже, собственно, мы скоро уже совсем об этом узнаем. Но, если говорить про демоверсию, то я даже приятно удивлён. Но давайте, наконец, перейдём к самой графике. Огромное количество претензий в моих предыдущих роликах было посвящено именно графонию. В ранних трейлерах местами он был прям очень убог. В поздних наблюдались какие-то проблемы с освещением, но что же мы имеем в демке? И тут у нас новый вариант лучше, чем я думал. Но не думайте, что это хорошо. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что игра выглядит реально неплохо. Во-первых, освещение, конкретно в этой локации, при таком свете, оно, по большей части, отрабатывает замечательно, даёт атмосферу и выглядит современно и круто. Если не ошибаюсь, это тот самый люмен, который появился в пятом анриле. Я побегал, посмотрел на свет в разных ситуациях и как-то не хочется душнить и ругать его. Однако, я помню, что основные мои претензии к свету были про ночное время. Вот его нам тут, к сожалению, не показали. Однако, днём всё выглядит довольно прилично и за это респект. Во-вторых, сразу хочется заметить работу художников, особенно тех, кто отвечал за локацией и окружение. Архитектура мне понравилась ещё в роликах. Тут её много, она трушная, она даёт атмосферу и вполне прилично выглядит. То же самое, что можно сказать и про костюмы. Выдержаны они в правильном стиле и придраться с ним как-то сложновато. Но, как я уже говорил, не думайте, что я хвалю графон. Красивым он кажется только на первый взгляд, если вы не обращаете внимания на детали. Я уже говорил, что DLSS в игре очень умилит картинку, даже если вы играете на ультракачестве. Как-то в других играх, если честно, на Петом Андриле я замечал, что он работает получше. Но на самом деле, это не главная беда. Главная же проблема визуала, это всепокрывающая халтура и дешевизна. Смотрите, вот вроде клёвая, красивая детальная земля. Но часто встречаются какие-то кривоналоженные на неё текстуры, портящие общую картинку. Кроме того, сама земля вообще никак не реагирует на нашего персонажа. Грязь запилить запилили, но реакцию этой грязи на нашего героя, ну или хотя бы реакцию луч на нашего героя, этого нет. Вообще похуй её. Также текстуры стен нас иногда отсылают в горячо любимый 2004-2005 год. Также повсеместно на локации мы можем встретить натыкиванные совершенно не в тему текстуры каких-то высохших кустов, левитирующие бочки. Я даже встретил левитирующую ягодку, как вам такое? Или вот ребята утонули в земле, причём они там как бы на постоянке, а несколько раз перезапускал игру, ничего не поменялось, они там как стояли, так и стоят. Наверное, им так комфортно. Также дальность прорисовки в игре всё ещё страдает, и если в городе её спасает лёгкая дымка и ограничение видопостройками, то где-нибудь на берегу проблемы с дальностью прорисовки видны сразу. Причём проблема есть не только на большом расстоянии, прорисовка некоторых объектов явно запаздывает. Они внезапно появляются когда-то в нескольких метрах от них. Все эти проблемы очень сильно портят первое довольно приятное впечатление от графики. Но если бы проблема была только в графике, это можно было как-то простить. Есть куча интересных крутых игр, где графика, ну, вообще не главная. Есть игры, которые забагованные, глючные, но мы в них всё ещё играем. Потому что сама игра при этом может быть довольно хорошей и интересной. И какие же выводы про саму игру мы можем сделать из этой, напоминаю, рекламной демки? И сделать тут мы можем всё тот же самый вывод, что я делал в своих предыдущих роликах. Это, блядь, реальная халтура. На самом деле, эта демо выглядит так, будто разрабы сосредоточились на одних вещах, положив огромный, громадный просто болт на другие вещи. Но с играми так нельзя. Из-за этого игра окажется дешёвой и недоделанной. Первое, с чем я столкнулся, это ебучие невидимые стены по всей локации. Причём они есть там, где их, по идее, быть не должно. Вот, например, у меня маркер для исторической справки Клим Саныч. Я пытаюсь идти к нему по дороге и упираюсь в невидимую стену. И если вдруг ты мне скажешь, ну вот они так специально сделали, чтобы ты не пошёл куда не надо, просто показывай тебе локацию, которая будет у них в игре, там стен не будет, а тут есть, чтобы ты шёл по нужным маркерам. Но это нихуя не так. Потому что там, где эти стены реально нужны, их и может не быть вовсе. И это, кстати, позволило мне выйти, так сказать, за рамки домоверсии, оценить чуть больше, чем разрабы хотели бы. И превратившись в водяной, я смог по дну реки, на котором, кстати, растут специальные подводные ромашки, добежать до настоящего, открытого мира. Я там побегал, полюбовался на аккуратно скопипаченные разрабами и левитирующие здания, дошёл до края света, побегал в лесу и в полях, посмотрев, как игра бы выглядела, если бы её локации не были коридорными. И, кстати, выглядела бы она не так уж и плохо. У меня только одна претензия. За всё демо я не встретил ни одной берёзки разработчики, чтобы к релизу этот косяк срочно поправили, иначе выдадим вам инагентов и посадим на бутылку осуждения. Короче, вы поняли, глюков в игре хватает. Причём иногда эти глюки не только визуальные, но и слуховые. Как вам, например, повсеместное мычание несуществующей коровы. Я так и не смог её найти, и ближайшая корова была где-то очень далеко от того места. Но проблема тут на самом деле не только в забагомности или каких-то глюках, но и в наплевательском отношении к своим же замыслам. Я не говорю, что разработчики не старались вовсе. Можно похвалить саму идею исторических справок. Они неплохо рассказаны и поданы. Климсан Ищерсен шестикулируя и всячески пытаясь показать, что он вообще-то живой человек из реального мира, рассказывает занятные факты об истории на фоне каких-нибудь исторических построек, рассказывает нам про то, как жили в то время. И это реально неплохо выглядит. А идея сдать в конце экзамена ещё больше позабавила. Я, кстати, сдал на 4 из 5. Вот тут мне не показали, где я ошибся, хотя это вообще не самая большая проблема. Самая большая проблема это снова халтура. Только теперь это касается атмосферы. Вот, смотрите, у нас довольно большая и даже, можно сказать, детальная локация. Тут много домов, много деталей на улице, домишки симпатичные, атмосферные, солнышко светит. Но в этот мир, который изначально претендует вроде как на некоторую реалистичность, вот в него вообще не веришь. И дело не только в багах и глюках и проблемах графики, а снова в деталях. Город хоть и большой, но по большей части абсолютно пустой. Это огромное количество коридоров, часто закачивающихся невидимыми стенами, в которых абсолютно ничего нету. Там как будто бы настал постапокалипсис. Будто бы на улицах была какая-то чума и все нахуй повымирали. Дома стоят брошенные, во дворах никого нет. Даже на выступления Скоромохов никто не пришел. Они стоят, играют перед пустыми лавками. Хотя кто-то все-таки выжил после чумы. И эти люди собираются в других интересных местах, немногочисленными группами. При этом они, видимо, от всего произошедшего и онемели, и оглохли. Собственно, поэтому и не пришли на выступления Скоромохов. И стоят молча, жестикулируют, не произносят ни слова. В этой демке буквально парочка персонажей, с которыми можно поговорить. О них я чуть позже расскажу. А остальной люд – это просто статисты. Они не двигаются с места, не разговаривают, никак не реагируют на персонажей. Их нельзя толкнуть. Они вообще не чувствуются настоящими. Я не прошу, чтобы я мог с ними за ручку хоровод водить и диалоги вести. Нет. Но вспомните хотя бы первого Ведьмака, где люди постоянно что-то комментировали и не стояли, как истуканы на одном месте. Здесь об этом можете забыть. Кроме того, разрабы так и не поняли, что копипастить одну и ту же модельку надо хотя бы в разных местах, а не друг рядом с другом. Да ты заебал. И вот таким образом мы снова с вами получили максимально смутный рекламный материал, который не то чтобы хорошо рекламит нам эту игру. Я в очередной раз скажу тем, кто будет возражать, мол, ну это же демка, но в основной игре все будет нормально. Нет, ребята, это обычно работает наоборот. Мы в рекламе должны видеть конфетку, а на релизе можем получить кусок какашки. Тут же какашку сразу из фантика торчит. Да, фантик интересный, цветастый, но не делает эту какашку вкусной. Но я обещал быть объективным и что-то позитивное, конечно же, я тоже могу выделить, помимо того, что уже говорил про графику. Например, анимации в игре вполне сносные. Да, у статистов они не очень, но главный персонаж двигается неплохо. Отмечу еще одну неожиданность для себя. Управляется он тоже не так плохо. Я думал, что это будет совсем картошка, но он относительно бодрый реагирует на управление. Присутствует небольшая инерция, не как в РДР 2, но что-то похожее. Она вообще не напрягает. Из-за того, что герой управляется удобно, появилась надежда, что, может быть, и боевка будет не такая всратая, как она выглядит. Тут снова надо ждать релиз, но в демке у меня вообще никаких претензий к управлению персонажем нет. Единственное, надо всегда бегать с зажатым шифтом, ибо его обычный шаг жутко медленный, и никто так в игре передвигаться точно не будет. Я вообще хз нахрен он нужен. Анимации Крем Саныча тоже вроде вполне терпимые, хотя местами он явно переигрывает. Анимации других персонажей в диалогах как бы, ну, присутствуют, это уже хорошо. Кстати, насчет диалогов, что радует, разрабы походу прислушались замечаниями, сделали так, что диалоги теперь не надо прокликивать, как это было в демке, в которой играла Алина Рин. Только вот теперь, после каждой фразы в игре, почему-то идет затемнение, и потом возвращение кадра со следующей фразой. Я вообще не понял, зачем, почему и нахрена они так сделали. Выглядит это крайне убого. Плюс еще почему-то появилось какое-то освещение искусственное, и затемнение заднего фона во время диалогов тоже выглядит очень неестественно. Ну и насчет самой озвучки, это, собственно, как был, конечно, так и осталось. Тут ничего пока нового я не заметил. Если Крем Саныч еще как-то туда-сюда, он все же не актер озвучания, что с него взять? Норатор, который нам что-то рассказывает, тоже звучит более-менее нормально. На окраинах находились сады. Постепенно они становились частью города. Ну вот эти вот два иностранца, с которыми в игре можно поговорить, это какой-то тихий ужас. Московское государство хорошо нам платит. Мы учим ваших людей правильно сражаться, стрелять из пушек, держать строй. Из-за войны работы стало много, а мастеров мало. А наша школа строительства у вас в Москве всегда известна была. У одного из них русский язык будто был лучше моего, а второй звучит так, как будто никогда не слышал, как иностранцы говорят с русским акцентом. Также присутствуют периодические рассинхроны. И пережить довелось. Но чай оно не в первый раз. А Москва стояла и стоять будет. Из плюсов озвучки я могу отметить ненапрягающую, довольно атмосферную музыку. Она не прям какая-то мечтовая, но хорошо работает на атмосферу. Это, пожалуй, собственно, всё. И в итоге мы с вами приходим снова к абсолютно такому же заключению, как и в предыдущих видео. Разработчики, пытаясь рекламировать свой продукт, только показывают, что на многие важные вещи положен большой болт, что игра забагована, местами сломана, что красивая графика красивая только на первый взгляд, и желательно в статике. Что внимания к деталям отсутствует полностью, что никакого погружения в мир нет и не будет. И да, я знаю, что это демо-версия, но я ещё раз вам напоминаю, это не так должно работать. Рекламные материалы должны рекламировать, а не показывать то, что надо в игре поправить. Это, блядь, не бета-версия, это демо-версия. Короче, братва, ждём релиза. Обязательно подписывайтесь на Твич, там и в первый же день релиза пойдём этот трэш смотреть. А также не забывайте подписываться на Терегу, ну и естественно, если вам понравилось видео, поставить лайк и подписаться на канал, если вы тут первый раз. За комментарии тоже буду очень сильно благодарен, очень уж хочется узнать ваше мнение по поводу всего того, что происходит с этой игрой, есть ли у вас какая-то надежда вообще на неё. Ну а на сегодня это всё, с вами был Мародёр, 120 гигабайт, жёстких симспектов. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok